По словам участников встречи, об охране части Алтайских предгорий в особом режиме говорили еще 25 лет назад. До конкретной работы дошли только сейчас, с запуском национального проекта «Экология». К тому же природе региона все больше угрожают добыча полезных ископаемых и бесконтрольный туризм. Это регионы, где концентрируется биологическое разнообразие. Мы этой частью входим в Алтай-Саянский экорегион глобальный, который входит в список 200 регионов в мире, обладающих максимальным биологическим разнообразием. Наиболее значимые объекты будущего нацпарка – это Колыванский барок, озера Белое, Колыванское, Маховое, гора Синюха. К тому же эти территории заселены множеством краснокнижных видов животных и птиц. Парк займет часть Третьяковского, Куринского, Краснощоковского районов. Также, по словам экологов, жители Солонешинского района предлагают включить в охранную зону часть устья реки Ануй, чтобы защитить его от дальнейшей добычи золота. Согласно предварительному проекту, туда может войти и часть уже существующей охраняемой территории Чинитинского заказника. Сейчас власти работают над экологическим обоснованием нацпарка и общаются с населением. Не все местные жители согласны с появлением особой территории. Напомним, что до конца этого года в крае должен появиться еще один нацпарк – Тогул. Правда, некоторые общественники сомневаются, что краевые власти завершат работу в срок. Елена Кузовкина, День с толком.